Тяжеловесный парень, бьющий тротуар. Нет, он не ищет работу. Это и есть его работа. Встречайте воротного разрушителя. Высота. 3 метра 60 сантиметров. Длина 9 метров. До его закрытия в 1995 году это был международный аэропорт Стейплтона. А это Стейплтон сегодня. 2000 гектаров. Закрытый аэропорт Денвера это самый грандиозный проект по разрушению бетонных конструкций за всю историю. А мегапроект нуждается в мегамашине. В этой машине. Воротный разрушитель, который мы используем, это очень специфический инструмент. Изначально это оборудование было произведено для разрушения шоссейного покрытия. Мы его переработали и модернизировали, добавив дополнительную сталь и укрепив его для противостояния таким жестким условиям разрушения. 9 метров в длину, 3,5 метра в высоту. Общей массой 22,5 тонны. Воротный разрушитель одна из самых мощных в мире машин для разбивания дорожного покрытия. И уж поверьте, для такого покрытия это необходимо. Бетон взлетно-посадочной полосы имеет необычайную прочность, чтобы выдерживать непрекращающийся поток приземляющихся самолетов. И не просто непрекращающийся, а непрекращающийся в течение продолжительного времени. Поэтому этот бетон чрезвычайно прочен, и его очень-очень тяжело сломать. Но только не с воротным разрушителем. Эта громкая машина поднимает 9-тонное лезвие, или ворота, на высоту 2 метров. А затем позволяет гравитации завершить начатое. Воротный разрушитель бьет по поверхности бетона 9-тонными воротами, точнее их ударной гранью. Сила удара составляет 600 килограммов на квадратный сантиметр. А чтобы вы осознали эту мощь, бетон вдавливается на 2,5 сантиметра. Ударная волна, посылаемая разрушителем, слышна на расстоянии 8 километров. Если вы стоите на расстоянии 3 метров от него, то чувствуете, как подпрыгиваете на высоту 5 сантиметров. Бэрри Боумен контролирует процесс, когда воротный разрушитель крошит бетон. Вот этот рычаг здесь управляет движением вперед и назад. Если я хочу проехать вперед или отойти назад. Вот это цифровой регулятор. С одной стороны указывается, на какую высоту я хочу поднимать ворота, а с другой стороны, как часто я хочу бить. Чем чаще я буду наносить удары, тем лучше разобью бетон. Бетон разбит, но он все еще уложен. Время вызывать разрушителя номер 2. В данном случае мы используем очень большой карьерный погрузчик. У него 10-метровый ковш, на нижней кромке которого расположены зубья. Мы разрушаем бетон, помещая зубья под его нижнюю кромку, а затем вырывая его для погрузки. А после этого загружаем его в кузов. Но где вы можете сложить 6 миллионов тонн отходов? Ответ. Их не нужно складывать. Да, каждый кусочек бетона попадает сюда, на завод по переработке площадью в 40 гектаров. Именно здесь еще одна мега-машина перерабатывает мусор в бесценное сокровище. По 30 тонн за один раз. И называется она челюсть. Конфигурация челюсти подразумевает двойной загрузчик, что позволяет ее быстро и эффективно загружать. Челюсть перемалывает и перерабатывает более 600 тонн бетона в час. Это более чем 5000 тонн в день. А в месяц его масса превысит массу супертанкера. Она работает по тому же принципу, по которому мы жуем. Все то же самое. Она пережевывает камни так же, как вы бы пережевывали пищу. Она может справиться с 30-сантиметровым куском бетона. 30 на 30 сантиметров. Просто перемолоть его на мелкие кусочки. Мы пропускали сталь через челюсть. Она и сталь ломает. Этой штуке действительно следует опасаться. Конечный результат. 19 насыпей переработанного материала. Готового к использованию при строительстве новых домов там, откуда этот бетон взялся. И все это благодаря три омега-машин, разрушающих полосу, разрывающих бетон и пережевывающих его. Каждый раз, когда я прихожу сюда, я вспоминаю, как сидел у конца километровой полосы и спрашивал себя, сможем ли мы добраться до другого конца или нет. И мы сумели это сделать. И это само по себе уже является подвигом. И это само по себе действительно прекрасный результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...